Всем добрый день, добрый вечер или доброе утро, в зависимости, где вы находитесь. Пройдемся мы с вами по природе, еще зайдем к моей подруге на минуту, буквально мне нужно по делу зайти. И знаете, о чем поговорим? Мне тут как-то попалась книга на глаза японской писательницы, которую зовут Мария Кондо. Книга про то, как наводить порядок дома. Она дает такие практические советы. На мой взгляд, кое-какие советы, которые она дает, достаточно удачные и можно их использовать, когда наводите порядок дома. Три совета вам дам. Один совет, что порядок нужно наводить не в каком-то конкретном месте, а по группам вещей. Вот, например, одежда, допустим, посуда, какие-то инструменты для сада и так далее. Нужно собрать все вещи одной группы в кучу и пройтись через них, и решить, что вам нужно, что вам не нужно. Второй совет, выбирать те вещи, которые вы оставляете по такому принципу, что эта вещь вам доставляет удовольствие, когда вы ею пользуетесь. Третий совет. Нет, для каждой вещи должно быть свое отдельно отведенное место. Вроде бы такой простой совет, но на самом деле люди оставляют вещи, где попало, и не всегда этим советом пользуются. Мы сейчас зайдем на минуту к моей подруге, уже практически подошли. Заранее мы с подругой договорились, что на кофе заходить не будем, так как она очень торопится, а мы зашли только по делу и думали, все решим на пороге. Ну вот, наше гостеприимство. Отгадайте, что? Сейчас будем кофе пить. Она разрешила мне показать свой садик. У них он маленький, но очень уютный. И еще вам хочу показать, как они соединили свою кухню со своей гостиной. Видите, какое пространство получилось. Ну что, там было ключ, смотреть можно. А это просто, если вы когда-нибудь попадете, я сохраню для вас. Мы уже уходим, кофе попили. Хочу вам показать еще окно. Видите, в крыше очень много света проходит. Вот этот вот садик, хороший пример таких садов, которые на маленьком участке земли создают такой маленький оазис у вас за домом. Получается, в любое время года вы можете тут наслаждаться чашкой чая. И еще интересно, что вокруг соседей, и вы не видите ни одного соседа. Со всех сторон у вас совершенно все закрыто растительностью. Хорошо спланировали. Подруга говорит, избавлюсь от сорняков, наведу порядок в саду, и приходи тогда с ними. Видите, там немножко травы есть среди камешков, но все равно очень аккуратно у нее в саду. Вот эта вот дорожка ведет к передней части дома. Там тоже небольшие садики. Тоже такие уютные, аккуратненько сделанные дорожки и растения со всех сторон. Сейчас попрощаюсь с подругой, и мы пойдем еще пройдемся немножко с вами на природе. Смотрите, вот такие вот шапочки на почтовые ящики стали шить во времена локдаунов коронавируса, чтобы поднять настроение. А вот так вот, смотрите, там через дорогу кто-то моет окна, такими большими длинными палками. Так здесь моют окна. А тут мы с вами были. Этот бассейн был построен в 1933 году. Период этот называется Art Deco. И в этой стране, это один из немногих бассейнов, построенных так давно, которые еще функционируют. Раньше там была морская вода, которая закачивалась насосами из моря. Сейчас там обычная вода. Бассейн такой летний, поэтому зимой он полностью закрыт. Вся вода всегда откачивается, он пустой стоит. Смотрите, какие красавцы бегают. И так их много, целое поле. Вот таких вот активных красавцев. Так что, возвращаясь к вопросу про уборку, хочу сказать, мы избавились от большого количества ненужных садовых инструментов, от одежды, от каких-то маленьких сувениров, которые нам совершенно не нужны. Посмотрите, сколько тут можно встретить разных птиц. Всякие разные, и все про них написано. Вот, еще вспомнила. Автор книги говорит, что когда вы избавитесь от ненужных вещей, у вас появятся идеи творить что-то новое, делать что-то новое. Мне кажется, она в этом права. Но в кое-каких вещах она заблуждалась. Кстати, сейчас она уже признается в том, что были у нее ошибки. Вот, например, она говорила, что нельзя покупать никакие коробки для хранения вещей. Нельзя организовать вещи так, чтобы они были сложены где-то. То есть нужно избавляться. Сейчас она говорит, что не права была. Видите, как жизнь идет, человек нуждается в каких-то лишних вещах. У нее там появилась семья, дети. В общем, сейчас у нее поменялся взгляд на коробки. Кстати, мы как-то купили японские коробки для того, чтобы организовывать свои вещи. И нам они очень нравятся, потому что удобно сложить туда инструменты в сарай. Удобно сложить какие-то сезонные вещи, которые нам не нужны постоянно. Ну, в общем, я вам рассказала. Мы занимались этим не одни выходные. Навели хороший порядок, но еще не закончили. Я, конечно, будучи маленьким блогером, могла бы, конечно, вам показать, что мы делали. Возможно, покажу, может быть, результаты. Но я стараюсь не показывать рутину. Рутина, она у всех рутина. Мне хочется показать вам что-нибудь приятное. Вот смотрите, какие красавцы сидят. Когда люди живут около моря, у них вот такие вот идеи появляются. Сделать сад перед домом старой лодки. Сделать сад перед домом старой лодки. Что-то не понравилось. Может быть, потому что я ему еду не даю. Скорее всего, потому что люди приходят и кормят здесь. А я не даю с пустыми руками. Все понятно. Ущипнуть надо меня, конечно. Завершая тему уборки, хочу сказать, что японский подход, конечно, не уникальный. Своим минимализмом и любовью к организации своего жилища очень славятся скандинавы. В Дании, например, даже существует такое понятие хюгги. Это когда человек чувствует уют своего дома, наслаждается находиться в своем доме. И присутствует такое чувство благополучия, когда он находится в своем доме. И вот это вот слово хюгги означает все это вместе взятое. Вот такие вот забавные утки везде тут бродят. И мы обсудили с вами тему уборки. Если вы хотите что-то добавить, я буду рада получить от вас комментарии. Я всегда отвечаю на них. Ну, а мне пришло время прощаться с вами. Всего самого хорошего. До нового видео. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok